МОЛОДЫМ ДОРОГА В КОСМОС Лука, спасибо, что согласились поговорить с нами. Скажите, что для вас там, в космосе, самое удивительное? Наверное, было бы легче сказать, что поразило в меньшей степени, поскольку здесь удивительно все. Жизнь на борту космического корабля — это невероятный опыт, скажу я вам. Все воспринимается иначе, чем на Земле. Вещи, которые у нас кажутся привычными, обычными, здесь таковыми не являются. Поэтому буквально все — сюрприз и удивление. Я смотрю и не могу насмотреться. Меня очень поразило, как высокие технологии, используемые для поддержания станции в рабочем порядке, становятся и очень быстро привычной частью нашей ежедневной жизни. За столь небольшой срок я уже чувствую себя здесь как дома. А ведь мы находимся в замкнутом пространстве, буквально напичканном высокотехнологичной начинкой. И вот между нами и, собственно, космосом лишь тонкая стенка. Послушаем первый вопрос, его задают из Бельгии. Привет, я Келли, я из Бельгии. К чему вам было труднее всего привыкнуть в космосе? Конечно, у вас за плечами долгие месяцы подготовки, но что-то ведь оказалось неожиданным. Я должен признать, что подготовка на Земле дает нам очень точное представление о том, в каких условиях нам придется функционировать в космосе. Они прекрасно нас готовят. Представляете, космическая станция, когда я ее, наконец, увидел, показалась мне знакомой. И не случайно. Я провел столько недель на различных симуляторах в разных странах, и видел столько изображений, и так-то здесь сюрпризов не было. Это было лишь приятное узнавание. А вот что застало меня врасплох, несмотря на подготовку, так это реальные ощущения при нулевой гравитации. То, что вообще не требует усилий на Земле, например, просто спокойно стоять, здесь, в космосе, может оказаться почти непосильной задачей. И все из-за невесомости. То же самое и с предметами. Для пребывания в состоянии покоя необходимо закреплять и закрепляться самому, прицепляться, если хотите, к специальным приспособлениям. То, что на Земле просто и привычно, здесь трудно. И наоборот. Вот это, пожалуй, для меня и стало самым серьезным препятствием. Сколько у вас ушло времени на адаптацию? Я думаю, что я все еще адаптируюсь. Первые две недели я потратил на то, чтобы более или менее уверенно научиться передвигаться в трехмерном пространстве в условиях невесомости. Лука, послушаем следующий вопрос. Добрый день, я Григорий. Меня интересует ваше ежедневное расписание там, в космосе. Перед вами поставлено много задач. Вы проводите эксперименты. Расскажите нам, как проходит ваш день? На Международной космической станции в каждую конкретную минуту идут сотни экспериментов. Делаются различные замеры, проводятся наблюдения, и космонавты занимаются этими экспериментами по очереди. То есть на каждый отрезок времени есть своя задача. Я, к примеру, сейчас полностью посвящаю себя опытам в области диетологии. Моя задача — понять и проверить экспериментальным путем, что можно и нужно делать для предотвращения вымывания кальция. Я рад, что вы задали этот вопрос, поскольку я могу привести вам конкретные примеры того, чем мы занимаемся на станции. За моей спиной, как вы видели, стоит ультразвуковой аппарат. Мои коллеги проверяли на нем позвоночники друг друга. Это очень важное диагностическое исследование, которое будет иметь важные последствия для диагностики на Земле. А лично вы участвуете в экспериментах, касающихся здоровья человека? Конечно. Во-первых, я занимаюсь проблемой вымывания кальция. Нашим костям для ровстой крепости необходимо земное притяжение. Если этой нагрузки их лишить, они становятся слабее, и начинается активное вымывание кальция. С этим тесно связано и состояние сердечно-сосудистой системы. Опять же, нагрузка на мышцы, в том числе и сердечную, в космосе иная. Наши мышцы из-за отсутствия гравитации теряют силу. И третья проблема — зрение. Из-за особенностей космической среды наши глаза меняют форму, что сказывается на остроте зрения. Надолго, если не навсегда. Лука, а сейчас вам задаст вопрос ваш большой поклонник. Пятилетняя Александра. Привет, я Александра из Италии. Скажите, в космосе есть какие-то формы жизни? Хорошо, хорошо, чао. Похоже, он что-то увидел в своем телескопе. Удивительный мальчик, он большой умница. Вопрос, есть ли жизнь на других планетах, так? Если вы готовы к моему ответу, то отвечать сейчас будет не Лука-космонавт, а Лука-обычный человек. Во Вселенной огромное число планет. Многие миллионы, может быть. Так вот, нам нужно попытаться представить себе жизнь, но иную, отличную от нашей. Возможно, не так зависимую от наличия воды или кислорода, как земные формы жизни. Итак, нам надо представить жизнь, которая не похожа на нашу. Скорее, допустить возможность такой жизни. Вот так, наверное, я смогу объяснить своими словами такую сложную проблему. Лука, огромное спасибо за участие в нашей передаче «АйТок». На сегодня это все. О гостях наших следующих выпусков вы можете узнать на сайте программы или на наших страницах в социальных сетях. Будем рады вашим вопросам. Присылайте их в письменном виде или в видеоформате. Я, Изабель Кумар, прощаюсь с вами из Брюсселя. Спасибо, что нас присоединяйте. Продолжение следует...